В ожидании гостей из Москвы Хамид Абулович Канаматов разглядывает старые фотографии фронтовых лет. Говорит, большинство снимков делал сам, выставляя фотоаппарат на автоспуск. Многие из однополчан погибли в октябре 43-го во время сражения у деревни Череухина. Во время одного из сражений бойцам 1190-го стрелкового полка удалось занять песчаную гористую местность. Однако противник ответил шквалистым огнём, во время которого погиб командир подразделения, где служил лейтенант Канаматов. Такого огня мы мало испытывали. Такой ураганный огонь был. Адельтант бежит. Где подполковник, где подполковник? Выбежал? Нету. А я поколение песком засыпал. Хотел ногу вытащить, тоже помочь ему искать его. Кусок шинели. Мы из-под песка вытащили командира полка. На моих руках он так погиб. Новый командир полка по фамилии Кусяк отметил бойцов, проявивших героизм при освобождении населённого пункта. В их числе оказался и Хамид Абулович Канаматов. Вот только почти все его данные были изменены. Причём сознательно. Но надо понимать, что это был ноябрь 43-го года. Только-только вышел приказ Берии о массовой депортации карачаевского народа в Среднюю Азию. 2 ноября карачаевцы отсылают. Он уже получил указание бережской команды снять с фронтов карачаевских ребят. Понимаете? Он уже знал. Зная этого, он мне представил, как корейца. Но тогда получить заслуженную награду Хамиду Канаматову было не суждено. После ранения он пару месяцев лечился в госпитале. А в январе 44-го был направлен не в родную 357-ю стрелковую, а в 115-ю холмскую дивизию, с которой прошёл оставшийся путь до Великой Победы и где получил все свои ордена и медали. Все, кроме той самой первой награды – медали за отвагу. Несколько лет назад сын заслуженного ветерана Мурат Канаматов разместил в соцсетях страницу, где выложил фотографии отца и информацию о его боевом пути. В мае 2015-го ему пришло письмо от внука старшины Николая Гуськова, служившего в 115-й холмской дивизии, одновременно с лейтенантом Канаматовым. «Уважаемый Хамид Абулович, приветствует вас внук Гуськова Николая Макаровича. Мой дед был старшиной первой роты 1-го батальона, которым командовал Белинский Иван. 292-го стрелкового полка 115-й стрелковой дивизии». Максим Головин в письме сообщил, что его дед погиб 9 марта 1944 года около деревни Бородино в Новоржевском районе Псковской области при первой попытке прорыва линии обороны фашистов «Пантера». Внук Николая Гуськова и его жена отправили Мурату Канаматову фотографии места захоронения погибших бойцов холмской дивизии. В свою очередь Хамид Абулович рассказал о сражении, которое он видел как на ладони, поскольку пока мог, обеспечивал бесперебойную связь между подразделениями войск. «Они, это гордко, герои, там не могли удержаться, раз помощи не было. Прорвали на высоту, которую дивизия должна была взять, и сзади уже деревня, все было спланировано». Занимаясь поиском архивных документов о своем деде, родные Николая Гуськова параллельно разыскали тот самый наградной лист Хамид Абуловича Канаматова. Глядя на него, перестаешь удивляться тому, что до сего дня медаль не была вручена законному владельцу. Действительно, найти корейца Канаматова Халиба Абуловича, призванного из Зеленчукского военкомата Корейской АССР, было почти нереально. Однако Максиму и Ирине это удалось. Во многом благодаря их упорству и состоялось награждение в Черкесске в Музее боевой славы, ветерана давно заслуженной наградой. «Наш земляк, наш непобедимый капитан получил боевую награду, медаль за отвагу. Вдвойне мне приятно, что именно здесь происходит награждение, это музей боевой славы, центр патриотического воспитания молодежи. Наш сегодняшний юбилеар, назовем так, он постоянный гость здесь, он помогает нашим детишкам, воспитывает наших детей. Вот этот наш центр, это центр подготовки настоящих патриотов, патриотов нашей Родины». Немало теплых слов в адрес виновника торжества прозвучало и от гостей Карачаева-Черкесии. «Я первый раз увидела его наградной лист, но не медали за отвагу, а красной звезды. Когда я прочитала другие о нем документы и сведения, я поняла, что нужно искать еще награды, потому что такой настоящий воин, отважный человек, очень добрый, который заботился о своих солдатах, который очень с большим умом подходил к тому, как проложить связь. Даже, как он рассказывал потом, из тросов делали такой вот провод, чтобы дать связь. На все важнейшие бои, на сложнейшие, его назначали старшим». Завершилось торжественное мероприятие «Общим фото на память». В период технического прогресса старые фотографии все равно остаются наиболее ценным для истории документов. Из них, как по крупицам, воссоздается прошлое страны, восполняются пробелы, допущенные в военные и первые послевоенные годы. Находят своих владельцев заслуженные награды, как в случае с Хамитом Абуловичем Канаматовым. Пусть и спустя более чем 7 десятилетий. Артур Мукцы, Андрей Дорошенко. Итоги недели.